Академия полиции имени Штефана Чалмари Министерства внутренних дел Республики Молдова была учреждена 17 августа 1990 года постановлением правительства Республики Молдова. 10 марта учебное заведение получило статус аккредитованного высшего учебного заведения. Это высшее государственное учебное учреждение профессионального образования. Наши студенты, которые зачисляются на учебу в Академии, мы имеем ряд договоров и меморандумов о сотрудничестве с другими вузами из России, из Румынии, из других стран. Мы направляем наших студентов, зачисленных, которые считаются нашими студентами, по так называемой академической мобильности. Они обучаются и в российских вузах, и в других странах, в Румынии. Заканчивают, практику проходят в том числе и у нас, особенно дипломную практику, они направляются на практику в наше подразделение. Вот мы подготавливаем экспертов-криминалистов, допустим, в России. Они приезжают, проходят практику, им эти кредиты зачисляются, признаются все оценки, которые здесь они получают. Кто хочет, уже возвращается, уже работает непосредственно в нашем управлении криминалистических экспертиз и так далее. Все очень хорошо подготовленные. То есть такая вот возможность отправлять наших туда есть. Пока что из других стран. Ну, специфика профессии, как-никак, должны выполняться определенные требования. Но не исключено, что вот по программам академической мобильности, чтобы к нам приезжали и из других стран, допустим, на семестр, на неделю, на две, на знакомительные такие курсы. И такие переговоры ведутся. В этих положениях, которые я упоминал, в меморанумах о сотрудничестве, такие положения содержатся. Единственная проблема, что вот как бы не можем обеспечить логистику. То есть пока что мы не можем. Потому что наши партнеры, с которыми мы заключаем договора, если, допустим, из России или из других стран, да, русскоговорящих, то мы как бы должны иметь и преподавательский состав, который мог не только вот разговорным языком общаться с данными студентами, но читать и полноценные курсы. Академия полиции имени Штефана Чалмари дала старт модернизации всего учебного процесса подготовки кадров для национальной полиции. Мы предоставляем 4 образовательных программ. Это право, это 240 европейско-трансферабельных кредитов, это 4 года обучения, это общественный порядок и гражданская безопасность, это срок обучения 3 года. И мы также подготавливаем для пограничной полиции, тоже программа есть у нас, пограничная безопасность, если перевести дословно, тоже срок обучения 3 года. И также мы, но мы готовим специалистов не только для МВД, так скажем, но для всех правоприменительных органов, в том числе и для пенитенциарной системы Республики Молдова. Для карабинеров тоже? Для карабинеров, да. Вот общественный порядок и гражданская безопасность, вот это 4 основных образовательных программы, согласно перечню специальностей, принятых постановлением правительства 2017 года. У нас также имеются специализации, так называемые предметы узкой специализации, уже конкретно для тех подразделений, которые основным заказчиком для нас является все равно МВД. Выпускники Академии благодаря полученным знаниям смогли проявить себя на различных должностях как компетентные и профессиональные сотрудники. Это офицеры уголовного преследования, это, так скажем, офицеры-розыскники, которые занимаются специальной розыскной деятельностью, это офицеры общественного порядка, куда включаются и карабинеры, которые занимаются охраной общественного порядка и гражданской безопасности. Это также эксперты-криминалисты и специалисты-криминалисты. Обучение проводится на государственном языке, но не вижу проблем, потому что вот есть и много ребят, которые у нас поступают, и русскоязычных, и гагаузов в том числе, которые буквально полгода-года не разговаривают очень хорошо на румынском и никаких проблем не встречают. Именно для этой категории лиц у нас есть специальный курс обучения, так называемый для ало-лингвов, или для наших студентов, которые не очень хорошо изначально говорят, владеют румынским языком, они имеют возможность дополнительно к тем основным занятиям обучаться, и проблем вообще нет никаких. То есть я вам даже скажу, что именно с гагаузией приходят, они на четвертом курсе разговаривают классический румынский язык, то есть объясняются и очень хорошо. Начиная с 1997 года, когда в рамках академии был учрежден цикл пост-университетского образования, около трех тысяч лиц окончили образование со степенью мастер. Свыше 25 тысяч лиц получили образование посредством курсов начальной, непрерывной подготовки и менеджмента, а также в ходе повышения квалификации сотрудников частных охранных организаций. У нас есть профессиональная подготовка наших сотрудников, и в ходе профессиональной подготовки есть определенные службы медицинские, которые читают и преподают аспекты именно в этом направлении. Поэтому самые элементарные принципы и самые элементарные методы помощи гражданам, конечно, преподается, и это, в принципе, помогает нашим сотрудникам быть на чеку всегда и везде. Какой процент прекрасного женского пола обучается у вас, и какую получают они профессию? Они получают, забегая вперед, абсолютно те же специальности, на которых обучаются и наши парни молодые. А процент, если говорить на сегодняшний день, составляет 30-40%. Как они проживают? Отдельно в казармах или условия, какие особенные для них создаются? Для них условия абсолютно такие же, как и для парней, только это отдельные казармы для девушек и отдельные казармы, то бишь для парней. Немаловажным моментом для сотрудника является его физическая подготовка. Для этого в Академии созданы все условия. Физподготовка для полицейских, как вы сказали, это основной элемент, который должен обладать каждый полицейский. У нас есть все условия, все удобства для занятий спортом. Как видите, у нас проходит сейчас урок, где мы отрабатываем все элементы самообороны. Несмотря даже на то, что у нас и девочки, и мальчики, все работают в боевом режиме. Они должны быть готовы психологически, естественно, и физически. Потому что если человек готов, он принимает очень быстрое и правильное решение. Студенты Академии полиции имени Штефана Чалмари отмечают, что стать студентом этого учебного заведения они мечтали с детства. Я мечтала поступить сюда еще с 8 класса. Я думала, что эта профессия очень трудная именно для девушек. Но да, это трудно, но это возможно для тех, кто идет к своей цели, и несмотря ни на что. Скажите, вы говорите трудно. Трудно как? Как в физическом плане или в моральном? Тут два аспекта. Потому что тут на тебя и морально, и физически давит. Потому что физически, потому что режим с 6 утра до 10 вечера. А морально у нас 12 девочек, все остальные мальчики. Это на самом деле трудно, но я повторюсь, это возможно. И, наверное, есть стимул, чтобы быть лучше, чем мужчины? Или? Нет, нас никогда не выделяют, нас ставят наравне. Мы так же, как и наши парни, так же работаем, учимся и стараемся быть на одном уровне. А когда вы закончите академию, где вы себя видите? Я вижу себя офицером уголовного преследования или следователем. Не страшно? Нет, не страшно. Я же сама выбрала этот путь. Ну, а первое, что вы сделаете, когда закончите академию? Первое, что я сделаю, это, наверное, почувствую, то, что я достигла того, чего хотела, и я вправду, я правда могу сделать все невозможное. Вот еще с детства была мечта поступить, быть полицейским, потому что полиция работает, служить своей родине, Молдове, Гагаузе, это хорошо. А сложно было сюда поступать? Ну, поступать сложно не было, было сложно в самом начале учебы. Ну, бывает иногда усталый, у нас бывают и наряды, мы выходим с нарядов, бывают уставшие. Постоянная проблема казармы – это сон. Вы друг друга студенты поддерживаете? Да, мы всегда поддерживаем, помогаем морально, физически. То есть, каждый помогает, чем может. Если я не успеваю в учебе, мне помогают, то есть, я как русскоговорящий, мне помогают переводить, где объяснят, то есть, суть, как правильно перевести, выясниться, рассказать. В самом начале мне помогали учить язык, то есть, как правильно высказывать. Ну, можно сказать, что вы интегрировались в это общество, именно то, что вы говорите, изучая язык. Ну, это, да. Как вас поддержали ваши родители? Это было ваше решение или решение все-таки родителей? Ну, и решение родителей, и мое решение по большей части. Потому что родители, ну, я и сам не видел смысла больше никуда поступать, потому что, если поступать в университет, то нету таких возможностей, то есть, нет таких привилегий после университета поступать и работать в полиции. Ну, вот для вас профессия полицейская, это кто? Ну, я думаю, то, что это спокойствие, порядок в стране, то есть, служба своей родине, помощь людям, которые в этом нуждаются, решение каких-то проблем у людей, то есть, помогать, чем можем. А мы леса часто профессии гря, но и фруманса, потому что это был милицист, потому что, я желаю полицейст, в первую очередь, для обеспечения которой мы оформить, для того, чтобы и для того, что это профессия обеспеченная. А вы сказали, что это очень красивая форма, но ведь женщины всегда хотят выглядеть по-разному? Не будет ли вас смущать постоянно одежда? А вы сказали, что форма, который принадлежит вам дождь? Я думаю, что это очень красивая форма, но ведь это очень красивая форма. И, конечно, как вы чувствуете в общество. И форма, я думаю, что это мандрия для дождь. Валентина, а не боитесь ли вы встретиться с сложностями, когда вы пойдете уже в профессию? Да, конечно, профессия наша презума очень много греутатов и очень много dificultатов, но мы здесь будем изучать и для изучения как мы удерживаем их и как мы удерживаемся с опасностью. Мы студенты из Академии и полиции. Конечно, здесь мы изучаем как мы удерживаем некоторые греуты и как мы интеракционируем в различные ситуации. Я решила, чтобы стать полиции, потому что у меня был визит, и я решила, чтобы умереть на уровне отца. Сегодня Академия имени Штефана Чалмарии является одним из немногих высших учебных заведений страны, которая соответствует всем требованиям, предусмотренным законодательством в области образования, обладая научной и институциональной аккредитацией, тем самым подтверждая свою конкурентноспособность, а также укрепляя свою позицию в рейтинге вузов на национальном и международном уровне.